Я, работа до конца не пройдена еще, да, то есть это больше анонс работы, когда заявлялось, ну вот сейчас мы столкнулись с целым рядом проблем в клинике, я работаю в Санкт-Петербургском клиническом научно-исследовательском центре современных видов медицинской помощи, онкологический, это в Песочном. Сейчас работа идет по исследованию посттравматического стрессового расстройства у пациентов с диагнозом рако-желудочно-кишечного тракта и сколостомы как с исходом. Выбранная тема исследования представляется... Выбранная тема исследования представляется актуальной, так как посттравматическое стрессовое расстройство является серьезной проблемой для онкологических больных и медицинского персонала. Наличие ПТСР негативно влияет на состояние здоровья и процесс лечения пациента с диагнозом злокачественного образования. В научных исследованиях выявлена прямая связь между постоянным стрессом и прогрессируемым опухолным процессом. Поэтому важным является проведение скрининга среди пациентов с целью выявления ПТСР и современное оказание им психологической помощи и социальной поддержки. Кратко. Ежегодно в мире регистрируется более полумиллиона случаев заболевания раком толстой прямой кишки. Заболеваемость увеличивается в течение последних десятилетий. Наибольшая заболеваемость отмечается в США, Канаде, странах Западной Европы и в том числе в России. В России находится на третьем месте после рака легкого и рака желудка у мужчин и рака молочной железы у женщин. В среднем по России среди мужчин заболевает 11600 человек на 100 тысяч населения в год и среди женщин 9200 человек в год на 100 человек населения. Таким образом рак толстой прямой кишки это чрезвычайно актуальная проблема современной онкологии. Заболеваемость им неуклонно повышается во всем мире, в том числе в Российской Федерации. В настоящее время эта опухоль вышла на лидирующие позиции. Обычно это связывается с тем, что среди подавляющего большинства больных при первичном обращении к врачу уже имеют запущенную стадию, что снижает возможность лечения и длительной жизни у пациентов. Помимо высокой смертности от данного заболевания, также мы рассматриваем вывод колостомы как один из травмирующих факторов. Онкологические заболевания имеют многофакторную природу и для их исследований необходим комплексный подход, учитывающий не только биологические, но и психосоциальные аспекты. Существует множество гипотез о том, что в теологии и течении рака большую роль играет именно взаимодействие различных биопсихо-социальных факторов. С одной стороны, это стресс и определенные личностные особенности, которые могут способствовать возникновению заболевания. С другой стороны, стресс, возникающий в результате постановки онкологического диагноза и успешности совладания с этим стрессом, могут оказать влияние как на качество жизни больных, так и на динамику болезни. Отличительная особенность исследования посттравматического стрессового расстройства у больных с злокачественными новообразованиями – это небольшие выборки. В большинстве исследований включено менее 100 пациентов. В нашей выборке мы взяли 50 человек. В работе будет представлено комплексное исследование группы онкологических пациентов, перенесших операцию на желудочно-кишечном тракте с выводом колостомы. Будет исследование частота и факторы, влияющие на формирование ПТСР. Цель данного исследования – это изучить психологические последствия стресса, вызванного онкологическим заболеванием. В соответствии с данной целью ставятся следующие задачи. Теоретические задачи – это проанализировать литературные данные влияния онкологических заболеваний на психику человека, проанализировать исследования, посвященные изучению посттравматического стрессового расстройства у онкологических больных, проанализировать литературные данные о факторах, предрасполагающих развитие онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройствах. Эмпирически определить наличие и интенсивность посттравматических стрессовых реакций больных раком желудочно-кишечного тракта, определить выраженность психопатологических симптомов у больных раком с различным уровнем интенсивности посттравматических стрессовых реакций, определить наличие сопряженности параметров посттравматического стресса и колостомы, выявить связи когнитивно-личностных особенностей больных раком ЖКТ желудочно-кишечного тракта с характеристиками посттравматического стресса. Объектом исследования будут являться психологические характеристики больных раком ЖКТ в постоперационном периоде. Предметом же исследования особенности психической травматизации, вызванным переживанием заболеванием рака желудочно-кишечного тракта и колостомы как с исходом. Основная гипотеза исследования состоит в предположении о том, что характеристики посттравматического состояния больных раком ЖКТ могут варьироваться в зависимости от клинических, когнитивно-личностных характеристик больных и установки колостомы как дополнительного травмирующего фактора. Сейчас выбрано 7 методик. Шкала для клинической диагностики ПТСР, шкала субъективной оценки тяжести и воздействия травмирующего события, миссисипская гражданская шкала, шкала ситуативной личной тревожности Спилбега-Хайна, опросник оценки выраженности психопатологической симптоматики, опросник депрессивности БЭКа и шкала базисных убеждений. Выбор методик на данный момент времени предоставляется обоснованным и логичным, но в процессе работы собираемся анализировать полученные данные и критически оценивать выбор методик. Спасибо большое. Это вот такой краткий анонс. Спасибо большое, Антон Олегович. Спасибо большое, Антон Олегович. Но это прозвучало как заявка на работу, и поэтому давайте так, мы не будем задавать вопросы, потому что мы хотим вовремя закончить, заслушаем только рецидента. Но я думаю, что на следующий год, когда Антон Олегович выступит уже с каким-то проведенным исследованием, то у нас будет очень много вопросов. Но единственное, у вас будет клиническая беседа, предполагается, или только набор методик? У нас будет сбор, естественно, анамиза, будет клиническая беседа. И в данный момент, вот с чем мы столкнулись, да, то, что эти все методики не отображают полной картины, и вот берем колостому как один из травмирующих факторов, есть анкета, которая сейчас проходит апробация. Ну, вот очень важна клиническая беседа, потому что клиническая беседа как раз именно наполняет содержанием иногда вот те методики, которые мы проводим психологические. Ну, вот кто-то хочет спросить все-таки? Психиатр вообще у нас есть. Психиатр. У вас есть психиатр в клинике? Да, у нас есть. Ну, на полставке, на приходящий, ну, там, да, да, это будет подтверждено. Ну, то есть мы сейчас услышали заявку на работу, и результаты услышим через год, надеюсь. Спасибо. Да. Ну, и сейчас выступит рецензент вот этой заявки Маргарита Валерьевна. Еще раз здравствуйте. Давайте я коротко освещу рецензию на дипломную работу, потому что доклад Дона Олеговича представлен на базе одноименной дипломной работы. Выбранная тема и представляется достаточно актуальной, ну, как мы с вами все знаем, да, посттравматическое стрессоро-расстройство никому здоровья не прибавляет, а наши пациенты находятся в условиях тяжелого хронического заболевания. Как громче, да? Ага. В условиях тяжелого хронического заболевания коморбидное расстройство такого, да, высокого регистра, как посттравматическое стрессовое, конечно, должно быть ослежено, конечно, должны проводиться исследования по выявлению предикторов неблагополучия в дальнейшем, потому что через полгода после установки диагноза на фоне аназогнозических тенденций совладания наших пациентов посттравматическое стрессовое расстройство может себя предъявлять. Секундочку, да, важным достаточно проявляется, становится проведение скринингов на отделении, и это мы как-то так логично переходим к теме завтрашнего доклада по этому поводу, но в любом случае исследования такие должны проводиться и должны на основании результатов этих исследований нам выдаваться какие-то там мишени выявления таких пациентов. В исследовании Антона Олеговича достаточно хорошо представлен теоретический обзор этой проблемы, в которую можно разделить на две группы. Это исследования, которые посвящаются выявлению факторов риска развития ПТСР и исследования, изучающие частоту заболеваемости ПТСР в различных группах онкологических больных. Ну, судя по всему, дальнейшая работа Антона Олеговича в основном будет сосредоточена как раз на второй части, на изучении частоты заболеваемости ПТСР именно в данной выборке, да, людей с раком желудочно-кишечного тракта с выведением колостомы. И для реализации поставленной цели сейчас уже подбирается адекватный методический аппарат. Я так поняла, что проводится пилотная апробация клиника психологической беседы, которая еще на стадии своего формирования находится. И на сегодняшний день рассматривается отбор и сочетание методик. Стратегической задачей исследования является подбор адекватного инструментария с практической целью описания... Здравствуйте, Андрей Петрович. ...предикторов формирования посттравматического стрессового расстройства и исследуемой группы с дальнейшим формированием специализированной программы психологического сопровождения и отслеживания и психологической коррекции пациентов с диагнозом рака желудочно-кишечных трактов с колостомами, находящимися в группе риска формирования посттравматического стрессового расстройства. Ну, позвольте сказать, что некоторые особенности доклада Антона Олеговича, на мой взгляд, обусловлены тем, что он в большей степени ориентирован на практическую работу, и это свидетельствует о том, что автор находится на начальном этапе развития своей научной деятельности. Существенно важно, чтобы исследования в области онкопсихологов проводились силами именно практикующих специалистов в лечебных учреждениях, что позволит формировать достоверное представление о психологических аспектах онкологического заболевания, и также представляется важным исследовать психологические аспекты каждой локализации рака. Исходя из этого, не может не радовать стремление Антона Олеговича осваивать навыки научного подхода, и в дальнейшем хотелось бы увидеть реализацию сбора и анализа эмпирических данных, как один из результатов работы Антона Олеговича с онкологическими пациентами. Спасибо за внимание. Спасибо.